У нас в студии декан факультета журналистики ЮРГУ Людмила Шестеркина. Здравствуйте, Людмила Петровна. Здрасте. Наш факультет журналистики отличается от других факультетов? Отличался, отличается и будет отличаться. Конечно, она отличается, потому что наш факультет журналистики, единственный факультет журналистики в стране, где собраны абсолютно все средства массовой информации для того, чтобы наших студентов превратить в первоклассных медиа-специалистов. У нас есть газета, у нас есть телерадиокомпания, у нас есть радио ЮРГУ и, конечно, у нас есть интернет-портал Newsroom Digital. Но особенность не в том, что они просто есть, а особенность в том, что они существуют в условиях мультимедийной интеграции. Особенность в том, что наша телекомпания первая и до сих пор единственная в стране студенческая телекомпания, которая производит и вещает. А что это значит? Это значит, что студенты наши учатся в условиях реального медиа-производства. Это значит, что они на себе испытывают все сложности и тонкости профессии тележурналиста или телеоператора, и даже телережиссера, и телемонтажера, и так далее, и так далее. Ну и, конечно, наш Newsroom конвергентный, он был первым, самым первым, где действительно объединились наши средства массовой информации. И у нас появилась возможность готовить медиа-специалистов универсального профиля, то есть универсальных журналистов. И именно это мы рассказывали, об этом мы рассказывали на конференции Европейской ассоциации журналистского образования и, в общем, произвели впечатление на весь мир. А что дает ЮРГУ и факультет журналистики, в частности, его членство в Европейской ассоциации журналистского образования? Маленькая поправка. В Европейскую ассоциацию журналистского образования входят не просто журналисты и не просто факультет журналистики, а весь наш университет. И это здорово, потому что это расширяет сразу масштабы нашего сотрудничества. Ну как что? Во-первых, мы участвуем в конференциях, которые проводит сокращенная Европейская ассоциация журналистского образования, называется ЭШТА. И вот мы участвуем в конференциях, и это позволяет нам держать руку на пульсе. Как развивается мировая журналистика? Что ее беспокоит? Как мы должны совершенствовать процесс журналистского образования? Это безумно интересно, и это позволяет нам действительно образовательный процесс держать на таком серьезном уровне. Ну и самое главное, что Европейская ассоциация журналистского образования осенью прошлого года утвердила наш университет и наш город в качестве площадки, которая будет принимать Европейскую ассоциацию журналистского образования в 2020 году. А это значит, к нам приедут более 70 ведущих журналистских школ Европы. Ого! Интересно! Людмила Петровна, ЮРКУ будет одной из площадок саммитов ШОС и БРИКС. Как в этом направлении будет работать факультет журналистики? Все вот определяется в эти моменты, но уже совершенно точно, почти точно ясно. 9 июля, я скажу так по секрету, 9 июля будут окончательно утверждены все документы, но предварительные договоренности есть, поэтому, наверное, можно говорить. Южно-Уральские государственные университеты, телерадиокомпания ЮРГУ-ТВ и Евразийская академия телевидения и радио, это Москва, в которой мы все тоже участвуем, и я вице-президент Евразийской академии телевидения и радио. Вот все мы будем учредителями открытого кино-телефестиваля Европы и Азии, который будет проходить в рамках ШОС. Ну, это вообще, это будет очень крутое мероприятие, поэтому у нас будет возможность посмотреть высококачественные художественные и документальные фильмы Европы и Азии. И еще один проект, который, безусловно, нас вдохновляет. И я приглашаю абитуриентов к нам на факультет. Почему? Потому что у вас есть возможность просто с первого курса включиться в обучение и в проекты абсолютно мирового уровня, международного масштаба. Таким проектом стал проект, международный журналистский проект «Еврочак», о котором сейчас все много говорят. И он просто вот в эти моменты начинает набирать обороты. И это значит, что на факультете журналистики будет преподаваться такая новая дисциплина – факт-чекинг. Мы будем проходить онлайн-обучение по факт-чекингу, то есть по умению проверять факты. И сейчас, когда мы все погрязли, собственно, в лженовостях и в фальшивых новостях, проверка фактов в журналистике выходит на первый план. Так вот, научиться проверять эти факты мы будем на судьбе, учиться проверять эти факты на судьбе Европарламента, Евросоюза. В 2019 году там будут выборы, и мы будем проверять всю информацию, связанную с Евросоюзом, с Евровыбором, на нашем национальном сайте факт-чекинга, который создадим. И будут это делать наши студенты факультета журналистики. Лучше поедут в день выборов в Европу и будут работать прям, как что называется, с горячей точки. И мы будем участвовать в этой работе вместе с 20 ведущими университетами Европы. Вот что нас ждет в ближайшее время. И поэтому я считаю, что невозможно научиться журналистике, рекламе, связям с общественностью. Невозможно научиться, скажем так, только умозрительно. Теоретическая база очень важна и нужна, и она определяет личность человека, профессионала. Но учиться надо в условиях реальных. Практики. Вот в условиях реальной практики. И поэтому мы на факультете журналистики пытаемся создать вот эти условия реального медиапроизводства, которое существует так же, как существует дыхание. То есть мы живем так, как мы дышим. Мы учимся так, как мы работаем. И это очень, на мой взгляд, очень правильно. Вы, Людмила Петровна, безусловный вдохновитель нашего факультета. А что вас вдохновляет? А меня тоже вдохновляет факультет. Меня вдохновляют студенты. Меня вдохновляет Юргу-ТВ. Меня вдохновляет радио. И вы, Анечка, меня тоже вдохновляете, когда я вижу, что вы работаете на очень профессиональном уровне. Вот я думаю, что телезрители уже поняли, что Анна тоже наша студентка. Так вот, я считаю, что когда вы демонстрируете такой очень высокий уровень работы в кадре, то я вдохновляюсь и думаю, надо готовить и дальше малышей, чтобы они были еще круче Анны. Какой совет вы бы дали сегодняшнему абитуриенту 2018 года, который прямо сейчас смотрит наш телемарафон? Абитуриенту совет один. Обязательно стремиться к профессиональному образованию, к профессиональному образованию высокого качества. Уметь определять, какой вуз и какой факультет может ответить на ваши запросы. Ничего не бояться и знать, что факультет журналистики примет вас с распростертыми объятиями. Если, конечно, вы человек талантливый, готовый к обучению и готовый познать жизнь с позиции журналистики, рекламы и связи с общественностью. Добро пожаловать! Спасибо большое, Людмила Петровна, за очень интересную беседу. Напоминаю, что в прямом эфире в студии ЮРГУ-ТВ был декан факультета журналистики ЮРГУ Людмила Петровна Шестеркина.